Всем привет! Сегодня у нас день начинается с поездки в автосалон. Мы хотим подобрать себе машину, точнее поменять автомобиль. Так как в нашу машину я уже не помещаюсь, давно не помещался. Звучит какой-то я сложила, но я перестала помещаться. По высоте просто. По высоте, вот, если смотреть, я прям просто... Если выровнять спину, да, то получается упираешься в потолок. Так и было всегда, просто не было возможности купить машину побольше. Да, когда мы ездим в Пятигорск, это полторы тысячи километров от Москвы, это кошмар. Я не знаю, это... Я помню, когда мы ехали, у нас сзади загружено все до потолка, и у нас крыло от машины еще здесь было впихнуто. Прошла бы ремонтировать машину в Пятигорске, поменять крыло. Короче, там дофига всего. Загружили из багажника, поспать, откинуть сиденье поспать было вообще невозможно. Потому что сзади загружено все до самого потолка. Да. Ну вот сейчас вот мы хотим купить. У нас в приоритете был Porsche, Macan, потом Mercedes 500, GL и Infiniti 58, по-моему, этот бегемот. Какс! Знаете, наваливаешься на подлокотник, и происходит такой прям как скрип, скрип, скрежет, я не знаю. Можно там хилый пластик, а с моим весом там он просто развалится, этот подлокотник. И кожа чуть-чуть мне не понравилась, само качество кожи. Так-то он прикольный автомобиль, большой, огромный, вместительный. Ну и с другой стороны, в Москве на большом автомобиле сложно ездить, на самом деле. Особенно парковаться, это вообще как... То есть, если есть частный загородный дом, да, проблем нет, а вот именно как мы живем в квартире, искать место, это проблема, на такой машине большой. Так загадочно сказала про с моим весом. Не хочешь вес уточнить? Вес у меня 128, но я худею. Ты когда был дрыщен, ты все равно весил 108, ну то есть за сотку. Так что как ни крути. Ну да, вот сейчас мы хотим посидеть в Паше, там есть один автосалон, покажем вам, если получится там снять. И еще хотим посидеть в китайской машине, так как сейчас нормальных машин мало и недорогие, завезли очень много китайских. Да, да, обслуживание, завезли много китайских машин. И вот есть ГАК, он такой большой джип, стоит он миллион семьсот. Вот, и вообще. Вот, да, там неизвестно по факту, как он стоит, вот хотим узнать, посидеть в нем. В общем, как-то так, машину поменять к Новому году. Хотелось бы. Да, хотелось бы. А там надо уже дом строить. Дом строить. В общем, смотрите дальше. Музыка Изначально мы хотели купить этот автомобиль, но цена оказалась обманом. По факту данный автомобиль стоил 4 миллиона. Мы были в шоке с этого автосалона. Походили еще по нему и после поехали в другой салон. 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 Бред. Ползает, а кто там стоит с другими с морковкой, на снимают? Вот, кстати, и кобальт, как у нас. Салон. 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 Вон как у нас садь такого же точно цвета, наполированный стоит. Сейчас по-моему они по миллиону стоят, но это бушные, видишь какие-то сиденья, или это бархат. Ну это велюр, ворсовая. А, ну фигу новые. У них такая же краска вон блестит, у нас уже такая она выгорюшая, здесь прям блестящая. Ну конечно, нашей машине сколько уже лет, она ковала будет. Все, тогда едем в Трубовка салон? Да. Особой радости, правда, не испытала от Volkswagen, который мы смотрели. Ну как бы, как в нашем Cobalt, по моим ощущениям. Мы смотрели 3 литра дизель, 224 лошадки, он до налоговой. У нее 3 хозяина, он без АТП. Побачим, что-то не будет чувствовать, что-то заварить 690-5, ну, полный привоз Побачим, что-то не будет Ну, по высоте, вот, я прям ровно упираюсь Если там в бегемоте, у меня еще там сантиметров 30 Вот потолок То же самое, только здесь она постарше Здесь цельных сейчас чуть поменьше будет Не знаю, она 1,6, что-то будет И здесь, по-моему, 10-й год, если я не ошибаюсь Ну, и вам, по идее, должно быть, я не могу Да, она 10-го года А, у нее 1,750 ценник А, она дизельная, трехлитровый дизель Поэтому она и ценится, и дизеляна, и BMW тоже ценится надежностью Без ДТП полностью Ну, красная, от других цветов Она не комплект просто верится Вообще, у нее ресурс доехать до любого шиномонтажа Она до конца не сходится По идее, у меня весь лаун там как раз по дому Ну, в поддоме лежит А, как ресурс пробивается, как когда будет А, ремкомплекса будет Она тоже 10-го года И тоже 1,750 стоит И тоже трехлитровый дизель А, здесь тоже раздельный диван У меня просто на моей машинке У меня цельный диван задний И у меня мониторы для задних пассажиров Здесь подогревы тоже задних пассажиров есть Используется минуту ровно Здесь, наверное, не опуха Здесь камера проголоса Здесь камера показана Просто редка То есть оно Ну, как это будет Здесь я еще раз говорю Здесь за каталиком надо проконтролировать его Вы внимали или нет Если не вы внимали Приедете в сервис Они вам деньги еще за этот каталик Оплатят Здесь мотор 5,6 405 лошадок Два хозяина 140 пробег Ну, по комфорту эта машина Она, знаете, чем? Она объемом салона берет Ну, да Здесь вот Сел и поехал Как человек Как белый человек Ну, и сзади там Все пришли, сели и поехали Единственное, во дворе не знаю, что стоит Не нас стоит дороги Но я их лучше смотрю Трактор, блядь, тут как вы чувствовал Вы в бракан заделись? Нет Поверьте мне Вы туда даже, наверное, и на 25% не залезете Если что, Каен какой-нибудь смотреть И то вам тоже чистовато в нем будет Здесь тоже три ряда седения У меня тут либо бэха, либо это Это, скажем так, младший брат старшего брата Так, ну, в общем, мы посмотрели машины Посидели в каждой Какая тебе больше понравилась? Ну, я с женской точки зрения, ты знаешь Мне X6 больше понравился И X6? Но мне же важно, чтобы тебе комфортно мне было Ну, я вот сел в Infinity, там, конечно, бомба Там салон огромный, места там куча И он сам по себе, ну, здоровая машина Там люк, вмонтированные в подголовники, экраны В принципе, комфортная, очень комфортная машина Единственное, лично, вот меня, что смущает Это расход бензина Расход, да, большой В отличие, например, от X6 Хотя он тоже у него и панель комфортная Все, и, ну, на мой взгляд, на мой Лично я на свой женский взгляд И панель комфортная Все, и что мне не нравится в X6 Это что заднее сиденье Разделено там посередине Такая пластиковая хрень, короче, панелька какая-то Вместо того, чтобы было бы заднее Цельное сиденье Это было бы намного лучше Вот, но нравится расход бензина Например, налог Ну, там налог получается На дизельном 35, вроде как он сказал А на инфинити получается 60 Налог, и плюс бензин 120 литров на 100 километров В BMW выходят 12-13 И если так по трассе, то 10 Да, то 10, и плюс там запаски Места нет для запаски Почему так сложно машину выбрать? Какой-то бред какой-то Вот наши когда покупали Все, пришли, купили Все, все довольны, счастливы Сейчас хочется что-то другого Но здесь сложно выбрать Как-то вроде бы ты по сиденьям И туда, и туда помещался Но единственное, что в инфинити Тебе было комфортнее по высоте Насколько я поняла Потому что в X6 У тебя вроде как Головой ты как у нас Слегка там касался Вот сбоку вот здесь уже Да, там как касался Да, блин В общем, на телефон сняли Еще посмотришь Для себя взвесишь А где мы были в первом автослоне Это вообще какое-то днище, блин Какой-то хрень Хрустящие подлокотники Ушатанные машины Здесь хотя бы видно Что она прям кайф Вот представляете Вот мы там снимали Да, там машина стояла За 2 миллиона Этот Фольксваген 2 миллиона Но оно такое говно Просто, я не знаю Это надо быть придурком Чтобы отдать 2 ляма За такое говно А, Митсубиси там была А, Митсубиси, да За 2 миллиона Это вообще трэш И тут садишься в BMW Х6, который офигенно Вообще выглядит Он Господи, как это Кузов называется Да Салон внутри Панелька классная Сидение В кайф просто Вообще И там Митсубиси Какая-то какашка Вот прям И цена, кстати И там, и там была По-моему, миллион Семьсот пятьдесят Да Да, миллион Семьсот пятьдесят Ну, вот Где BMW А где Митсубиси Ну, Х6 Миллион Семьсот пятьдесят Инфинити Две Двести С копейкой Да Да Но единственное Мне не понравилось Что в этом В Инфинити Перешитый салон То есть он белый Перешитый Это не оригинал его То есть на оригиналах Там написано Инфинити А здесь Был перешитый Соответственно Скорее всего Были приведены В негодность Ну, сиденья Почему их перешивали Сыть его знает Ну, короче Тебе надо Переспать с этой мыслью Подумать и А может быть Съездить еще В какой-нибудь Один салон посмотреть Ну, да Ну, лучше все, конечно Не в салоне покупать Где-нибудь с рук Но Надо все-таки Ездить смотреть Ну, давай съездим Посмотрим Да Идешь объявление Если там Ну, более или менее Что-то устроит Поедем с рук Посмотрим В принципе Да, мы сейчас едем домой На сегодняшний день Наш закончен На работе мы были Нет, сегодня не были Не были Сегодня у нас Типа выходной день А, ну, да Завтра у нас Выходной А во вторник У нас съемка Покажем вам Классный видос А в понедельник Надо будет в офис Да Так что пока всем Подписывайтесь Ставьте лайки И смотрите Комментируйте Кстати, укажите свое мнение Знаете, классные автосалоны Тоже напишите Было бы очень приятно Которые находятся в Москве Подмосковье Мы бы с удовольствием Посмотрели Все, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok